Согласитесь, мы привыкли за эти годы к сравнительно тёплым зимам. Нынешняя заставила нас вспомнить, что мы живём, оказывается, в суровых климатических условиях, с морозами и чёрными буранами, которые не прощают разгильдяйство и беспечности. На конец января в Татарстане зарегистрировано 28 аварий на коммунальных сетях. Прорывы регистрировались в Лениногорске, Нижнекамске, Пистрицах. Хуже всего дело обстоит в Чистополе. Средний уровень износа сетей и здесь, и по республике 41%. Но есть участки, изношенные и на 70%, и на 90%. Сразу после новогодних праздников две трети жителей города Чистополь остались без воды. У некоторых засуха в кранах продолжалась 10 дней и больше. Наши корреспонденты, побывавшие в городе на этой неделе, узнали и о совсем вопиющих фактах. Некоторым жителям Чистополя водоканал пообещал дать воду только в марте. При этом даже не организовав стабильный подвоз воды с удобным для жителей графиком. Но, по словам самих горожан, предприятие исправно собирает деньги за коммунальные услуги всех же обезвоженных жителей. Это уж вообще запредельный цинизм. Меня, честно говоря, удивляет наглое и наплевательское на всех позиции руководство и владельцев Чистополь водоканала. Они даже и не думают просить прощения у жителей Чистополя за то, что испортили им фактический жизнь. Покаялись бы на коленях на центральной площади, пообещали искупить вину ударной работой и личными деньгами. Неужели вы думаете, что ваши высокие покровители, в том числе и в столичных кабинетах, помогут вам избежать ответственности за то, что вы довели предприятие критической инфраструктуры целого города до ручки? Все надеетесь, что вам удастся спрятать концы в воду? Ой, вряд ли. Следком по сообщению газеты «Реальное время» уже возбудил уголовное дело, надеясь, что подключится и прокуратура. Земля должна гореть под ногами у тех, кто так пренебрежительно относится к реальным страданиям людей. Диляра Юсупова расскажет о Чистопольских хождениях по мукам. Все на пенсии, кто участники труда, в основном тоже ветераны труда. У нас 11 дней нет воды. 11 дней, вы можете это представить? И до сих пор нету. Вообще, мы пришли в век, который был, ну, когда вообще не было водопровода. Вереница голосов, лиц, жестикуляции, где каждый перебивает друг друга от того, что отчаялись и боятся не быть услышанными. Уже около двух недель их не слышат и будто бы не видят. 11 дней нет воды и уже надежды. Ну вот мы таскаем воду, вот видите, она тут у меня ступенька заледенела. Я живу одна с дочкой. Знакомьтесь, Гузель Сафиулина, мама девочки с диагнозом бронхиальная астма. Трубку для ингаляции надо промывать проточной водой три раза в день. Причем не просто водой, а под напором. Сделать это в таких условиях, конечно, невозможно. Два краника, вот они, вот, открыты. Нет, ни шипения, ни гудения, ничего нет. Вот у нас бутылки стоят. Вот, представляете, сколько нужно таких бутылок натаскать, чтобы постираться. У нас 11 дней нет воды. 11 дней. И по сегодняшний день нет воды. То есть мы не помыться не можем. Что остается местным жителям? Местным жителям остается только покупать питьевую бутилированную воду. Можно, конечно, получить и бесплатно. Теоретически колонки расположены по всему городу, но зачастую выглядят вот примерно таким образом. Обратите внимание, из-под слоя снега видно только макушку. Работает она или нет, я думаю, даже не имеет смысла проверять. На единственную работающую колонку мы идем вместе с местным пенсионером. Таких здесь большинство. А дома, конкретно ему, хоть и недалеко, но сами понимаете, возраст. То нога подведет, то спину стреляет. У меня вот рука болит, я с одной банкой хожу только. 83 года, сейчас возраст. А теперь о причинах. Причина – авария на трубопроводе по улице Льва Толстого. Коммуникации старые, аварии не первые. За январь – это уже в пятый раз. Картина середины прошлого месяца. Машины плывут по течению, и это не растаявший снег. Тогда без воды осталось порядка 40 тысяч жителей. Теперь, конечно, меньше, но 11 дней. Это как? Вы с полком и объяснили, время затягивается, ибо иметь дело со старыми сетями – ювелирная работа. А что происходит со старым трубопроводом? Если мы только потревожим механическим путем, грунт сверху хотя бы тронем, происходит движение грунта, в том числе и инженерной сети. И так как материал этого трубопровода, он полностью состоит из чугуна, чугун просто как лезвие, как будто лезвием его обрезали, он лопается. Водоканал на месте, руководитель исполкома тоже. Именно администрации в основном и приходится отдуваться за себя и за того парня. Тот парень, а именно руководитель водоканала, почему-то в Казани. Оказалось, что организация с такой, казалось бы, социальной направленностью давно в частных руках. С 2014 года. Это данные из открытого источника. Платежи из тех же чистопольцев получают регулярно. С самим руководителем мы вышли на связь по телефону, где он заявил, что ни от кого не прячется, а исполком тоже несет ответственность. Администрация, кстати, согласна и объясняет. Мы действительно имеем 25 плюс 1 процент акций. Но то капля в море. В голосовании они ничего не решают, но проблему все равно пытаются решить. В это лето мы заменили более 9 километров сетей водоснабжения и водоотведения. РАИС Республики выделил средства. И федеральная программа здесь также работала. Если мы за этот год уже летом сделаем второй микрорайон поселка часового завода, это от ГОРО до Домедиков, в принципе, мы уже 90% от этих аварий отойдем. Водоканал хоть и частный, но когда дело касается жизни простых людей, какая разница? На заседании комитета по ЧАЭС первый заместитель премьера так в лоб и говорит. Да какое это имеет значение? Частный у вас водоканал там, ну как-то это не важно. Судя по реакции, под Москвой там тоже котельная частная была. Требуйте. Тогда, 17 января, было дано поручение разобраться. РАИС Республики уже позже заявляет ответственным лицам. Возьмите уже на контроль. Дело частное должно стать государственным. Надо по числению принять решение. Этот собственник, он никудышный. Разобраться с ним. И, конечно же, посмотреть, что нужно сделать, чтобы таких моментов не было. Нагрузку дали эту штраф 40 миллионов, который мы оплатили уже половину. Ну, то есть нет денег, да, это все как бы? Нет, конечно, нет, конечно, денег. Не хватает на это все это денег. Проблема есть, но проблема решается. То есть в плане того, чтобы передать его в государственные руки, мы этим вопросом занимаемся. Полностью поддерживаем нашу РАИС. Водоканал перейдет в государственные руки. Это дело решенное, однако решит ли это проблему глобально? Евгений Соколов тоже из Чистополя. Правда, живет не там, где произошла авария. Но что толку? Вода течет, но разве можно это назвать течением? Холодная. Вот. Чуть-чуть есть, да? А горячая? Все по всему. Вот горячая вода. Вопрос повсеместный и кроется глубже. По данным водоканала, изношенность казанских сетей 73%. При этом строительство новых домов продолжается. На какие сети сажают постройки? Старые? Бесхозные? По данным Росстата, за 6 лет с 2015 по 2021 годы, жилищный фонд Татарстан увеличился на 15 миллионов квадратных метров. То есть на 15,5%. При этом общая протяженность уличных водопроводных сетей увеличилась менее чем на 5%. Причем с 2018 года она не росла, остановившись на отметке 12 700 километров. Тариф, кстати, повысился почти в два раза. Обслуживание и ремонт сетей в него включены. Повышение как раз и было превентивной мерой для решения вопроса. Но не помогло. На ремонт сетей заложено в тарифе. Но заложено мало. Если мы посмотрим за рубежом, вода достаточно дорогой удовольствия. Нужно бороться за субсидии федеральные. Нужно организовывать субсидии местные. Нужно и от людей брать часть. Все это дело складывать, но в пределах тех объемов, которые мы реально можем освоить и, так сказать, улучшить. Мы отправили запрос в Водоканал с вопросом, как будет решаться проблема на текущий момент. Однако ни о каких федеральных программах речь не идет. Лишь о республиканских. Минстроя МРТ утверждена оригинальная программа модернизации системы коммунальной инфраструктуры республики на период с 1923 по 1927 годы. В которую в том числе вошли мероприятия при конструкции сети водоснабжения Казани. В случае продления сроков реализации программы на последующие годы, Водоканалом будет сформирован перечень мероприятия по модернизации инженерной сети в рамках определенных лимитов. В случае продления, то есть, может не станем частью программы, может станем, если повезет. Чистополю повезло. Уже в день наших съемок дыру залатали, воду дали. Но дыра по республике остается. Недоремонт систем водоснабжения на данный момент составляет 126 миллиардов рублей. Бесхозными признаны 48 километров труб. Поэтому быстрые и эффективные решения под большим вопросом. Диляра Исупова, Роман Безмена в 7 дней.